Всем привет, друзья! Дима Даниэль, Скалска, Болгария. 5 марта, воскресенье. Успешно вечером вернулись из Бухареста. И, друзья, смотрите, что я привез. Ну, в принципе, ничего особенного мы там не покупали, потому что, ну, не было какого-то смысла. Про голубику я делал видео. Привез копчености румынских. Ну, не мог не удержаться от, друзья, копченое сало румынское. Это что-то, конечно. Купили большой кусок. Большой. Где-то килограмма на полтора. Стоило где-то, да где-то порядка 10, да, 10 или 9 евро за килограмм. И вот взяли сальца. И что, друзья, я делаю? Я его вакуумирую. Вот у меня вот такой аппарат, вакууматор, который я давно-давно купил еще с Амазона, заказал в Израиль. Вот такие пакеты для вакуума. Они могут быть длиннее, они могут быть короче. И здесь, в Болгарии, естественно, все это продается прекрасно. И я просто вакуумирую. Вот. Вот, к примеру. Я взял колбаску. Вакуум. Все прекрасно. Я взял тоненькие колбасочки румынские. Взял мясо. Тоже вакуум. То же самое сало. Порционные кусочки. Вакуумируем. Вот такие, как бы, наделал таких несколько наборчиков. Ну, положу в морозилку, положу в холодильник, потому что, ну, чтобы не испортилось, все-таки... Ну, наверное, вот, друзья, это одно из немногого, что можно привезти из Бухареста. И что я рекомендую, это, конечно, копчености. Они с привычным нами вкусом. Они практически абсолютно без приправ. Чеснок, перец. Вот. Но сало, конечно, просто умопомрачительное. Вот. Так что, завакуумировали, вернулись. И хорошего нам дня. Колбаса. Колбаса, да, где-то тоже 14-15 евро за килограмм в Румынии. Мясо. В среднем, в принципе, да, вот такие цены. Ну, еще купил, еще купил копченые ребра хорошие. Стоили они где-то 8-7-8 евро за килограмм. Поэтому тоже взял на гороховый суп, на фасолевый суп. Люблю я копчености. Вот. А вот такую, друзья, я делаю очень простую закуску с помидорчиками. Всего два ингредиента. Я просто беру помидор. Друзья, это никогда у вас не останется на столе. Никогда. Поверьте мне. Просто, просто и просто. Разрезаю на тарелочку помидор. И второй ингредиент у меня. У меня брынза. Фета. И сейчас... Да я ее просто, вот на этой терочке, натру сверху. И ничего больше. На помидоры я натру брынзу. Назову это, так сказать, такая балканская закуска. Сверху капну. Ну, я сверху капну еще оливковое масло. Естественно, никакой соли. А зачем нам соль? Потому что у нас соленая брынза. Соленая фета или брынза, я не знаю. Вот. Все, помидорчики. Сверху натрем брынзочки. И все готово. Можно, конечно, еще капнуть оливковое масло. Посмотрим. Итак, натер фету на помидоры, ну или брынзу, на мелкой терке. Друзья, не солим. Черный перец. Чуть-чуть-чуть сверху оливковое масло. И можно каплю лимонный сок, но это уже просто и вкусно. Друзья, два ингредиента улетает просто за несколько минут. Балканская закуска. Класс!